Пятый день находится в Крымско-Республиканской психиатрической больнице номер один политузник Муслим Алиев, которого оккупанты обвиняют в связях с Хизбут-Тахрир. Его поместили туда на амбулаторную стационарную психиатрическую экспертизу. Он уже второй крымский татарин-мусульманин, принудительно помещенный в стационар. Алиев в знак солидарности с Льмиумеровым отказался от проведения добровольной экспертизы. Как сообщает защитник узника, врачи в больнице расспрашивают Алиева об отношении к ИГИЛ, Муфтию Крыма и мусульманам-шиитам. Моральное и физическое состояние его удовлетворительное. Однако меня возмутило то, что врачи, проводя экспертизу, задают ему вопросы, которые касаются уголовного дела, а именно спрашивают, является ли он членом Хизбут-Тахрир или нет. Также у него спрашивают, как он относится к Муфтию Крыма, как он относится к ИГИЛ, как он относится к шиитам. То есть эти вопросы мы предполагаем, что, конечно, составили следователи, потому что я не думаю, что работников психиатрической больницы эти вопросы очень интересуют. Адвокаты Эдем Семидляев и Эмиль Курбединов считают, что это не последнее такое принудительное применение карательной медицины. Они считают, что задержанных по очереди, скорее всего, будут привозить на экспертизу в психиатрическую клинику, где будут делать все, чтобы обвинить их в преступлении.